Объединил 76 стран и более тысячи городов. Во всем мире прошла акция «Тотальный диктант». Наш город не стал исключением. В пятый раз тагильчане приняли участие в проверке знаний русского языка. Как писали диктант на десяти площадках и насколько сложный текст подготовила писательница Гузель Яхина, узнала Валерия Горбунова. На диктант словно на праздник. В отличном настроении, слегка взволнованный, в субботний полдень тагильчане стали собираться на десяти городских площадках «Тотального диктанта». Педагогический колледж номер один встречает участников акции уже в пятый раз. Сюда проверить свою оценку отлично по русскому языку пришла одна из самых юных участниц «Тотального диктанта» в Нижнем Тагиле – пятиклассница Дарья Кавганкина. Я люблю русский язык и мне, так сказать, родители подсказали, не хочешь ли поучаствовать, но я согласилась. Немножечко страшно есть. А почему, за что больше переживаешь, за грамматику, за пунктуацию? За грамматику. В этом году автором текста для диктанта стала писательница Гузель Яхина. Язык ее романа «Дети мои», из которого и взят текст сложный. Координаторы и диктаторы единодушны в советах перед диктантом. Обращайте внимание на знаки препинания. То есть в этом году текст – это запятые, это тире, это двоеточие. На площадке в ПИД-колледже много людей в белых халатах. К счастью, профессиональная помощь врачей не требуется. Самочувствием у желающих проверить свою грамотность все в порядке. Голова от сложности текста кругом не идет. Сотрудники 4-й городской поликлиники в числе тех, кто пишет тотальный диктант. Несмотря на то, что в здравоохранении развивается очень информатизация, и компьютер решает за нас, как правильно написать те или иные слова, в любом случае медицинские работники – это те люди, которые должны быть наиболее грамотны. Для всемирной акции было подготовлено три отрывка из романа. В Тагиле пишут текст «День», который предназначен для нашего часового пояса. Диктаторами акции в России стали многие известные люди, например, Сергей Безруков и Михаил Боярский, шеф-редактор канала «Мир» Оксана Греченюк и даже голосовой помощник Алиса. В нашем городе на большинстве площадок тексты читали учителя-словесники. Исключением стали «Дом учителя», где бессменный диктатор, главный редактор телекомпании «Телекон» Ольга Белорыбкина и машиностроительный техникум. Там диктатор – директор Нижнетагильского технологического института филиала УРФУ Владислав Потанин. Вы, наверное, знаете, как спортивные мероприятия, что тренер больше переживает, чем сам игрок, который на поле. Вот, наверное, здесь точно так же, конечно, переживаю. Буду стараться, чтобы все наши участники хорошо, отлично написали. И я буду за них, конечно, переживать. Площадка машиностроительного техникума стала одной из самых многочисленных. Сюда пришли 219 человек. Вообще в Тагиле написать диктант можно было в каждом районе города – на Старателе и в поселке Черноисточинск. Именно наша телекомпания является организаторами тотального диктанта в Нижнем Тагиле. Я даже сказала, не только в Нижнем Тагиле, в городе Качканаре. Акция под нашим ведомством происходит уже второй год. Желающих писать диктант все больше и больше нас это радует. В этом году было решено организовать еще одну площадку. Ей стала политехническая гимназия. Примечательно, что электронная регистрация здесь закрылась досрочно. И что по числу пришедших здесь же абсолютный рекорд. Желающих очень много. Мы открыли 9 аудиторий по 30 человек. В общем, в общей сложности сегодня на диктанте у нас было 275 человек. Тотальный диктант продлился час, но участников не ограничивали во времени на самопроверку. После сдачи заполненных бланков люди признаются – волнения теперь даже больше, чем до диктанта. Была парочка слов, которые заставили меня задуматься, но еще были различные синтаксические конструкции, где нужно было подумать над знаком, который там ставится. В школьные годы, мне кажется, легче дается, чем взрослому человеку, потому что правила, которые были сегодня, они такие, которые нечасто используются в нашей повседневной речи, они больше литературные, поэтому все-таки нужно учиться, постоянно писать такие тексты. В политехнической гимназии работы в 14 часов уже сдали. А в Центральной городской библиотеке участники акции текст еще дописывали. Диктаторы подстраивались под аудиторией. Где-то текст читали быстрее, а где-то медленнее. Возраст участников разный – от 11 до 82 лет. Я думала, что я знаю очень много, хорошо русский язык, но это оказалось не так, потому что с годами многое забывается, и в основном обращаешь внимание на орфографию. А вот синтаксис дается очень трудно. В Доме учителя православной и политехнической гимназиях в педагогическом институте не только писали, но позже и проверяли диктанты. Текст сложный и в плане содержательном, и в плане пунктуационном, потому что такие конструкции требуют множества авторских знаков, и поэтому в наших нормативах есть очень много вариативности. То есть оговорено, где возможно вместо тиры, например, поставить двоеточие, точку запятую или запятую. До 18 апреля филологам-экспертам предстоит проверить 1137 работ. Это больше, чем в предыдущие годы. 24 апреля все желающие смогут разобрать допущенные ошибки на консультации в педагогическом институте. С 16 до 18 часов. А уже 26 апреля пройдет торжественное награждение отличников. Кстати, предварительные проверки показывают, что их в этом году меньше, чем в 2017. Пока это 50 человек. Поддержали тотальный диктант в Нижнем Тагиле в этом году компания «Евраз», общественное движение «Чистый город» и общественная организация родителей и детей инвалидов «Доброе сердце».